Есть договор? Это отделение горгаза на улице Зорге. Очереди с самого утра и до полудня. Вообще про это не знал, просто у меня свои дела были. Я просто пришел и с учетом снятия одного человека, и заодно еще переоформил. Казанцы пришли перезаключить договор на обслуживание газового оборудования в доме. Изменения в законодательстве вступили в силу еще в сентябре. Согласно им, обслуживать оборудование может только Газпром Трансгаз Казань. С ним и необходимо заключить договор. Но многие оказались в неведении. И о грядущих переменах узнали не от газовщиков, а от родственников и СМИ. А кто-то здесь же, в очереди. Потому что никто не знал. Мне с Нижнекамска позвонили, сказали. Я говорю, я не знаю, у нас объявлений никаких нет. Потом по телевизору показали. Знала по телевидению. Наверное, ну неделю тому назад. Мне снаха сказала, я сама не знала. А она откуда? А она учительница и с компьютером работает, все знает. Согласно новому закону, договоры должны быть подписаны до 1 января 2024 года. Если бы татарстанцев уведомили вовремя, в сентябре, то такого ажиотажа можно было бы избежать и завершить работу в срок. Сигналы об очередях начали поступать в конце ноября. Видеокадры со столпотворением в Нижнекамске быстро облетели соцсети. Многие так узнали о новшестве. Ну, немножко неорганизован, конечно, немножко. Надо было пораньше людям сообщить. Они немножко бы уже как-то готовились с работы отпроситься или там как-то. Время нашли бы. А так, конечно, немножко неудобства. И все рейнулись сразу. Передать документы специалистам Горгаза можно двумя способами. Лично и через сайт организации. Однако пользоваться электронными сервисами умеют далеко не все. Это тоже повлияло на ажиотаж. Издевательство просто. Не у всех же есть онлайн. У меня вот кнопочный. Я старый человек. Живу одна. Мне 81 год. Это очень неудобно. Сложившуюся ситуацию одним из первых прокомментировали накануне в Минстрое. Впервые заявив, торопиться не надо. Были недоработки. С точки зрения ажиотажа по перезаключению договоров, я считаю, что немножко неправильный подход был. Мы, коллег, подкорректируем о том, чтобы паники перезаключения договоров быть не должно. Мы понимаем, что не все успевают. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Главный лейтмотив встречи представителей татарстанского отделения «Газпрома» с журналистами. Как отметили, перезаключение договоров идет по всей стране. Сегодня у компании больше полутора миллионов абонентов в республике. Но документы принесли лишь 10%. Сегодня же в организации прокомментировали, почему жители не были оповещены заранее. Если бы мы в сентябре всем направили уведомление о том, что необходимо перезаключить договоры, все полтора и больше полутора миллионов ринулись бы в наши абонентские отделы. И было бы, скорее всего, хуже, чем то, что мы сейчас видим. Эта работа была изначально запланирована таким образом, чтобы такого ажиотажа не создавать. И уведомляли мы как раз-таки тех людей, которых мы хотели пригласить в определенном количестве. Когда стало понятно, что переподписать всех абонентов до Нового года не выйдет, работу продлили до конца 2024-го. А потому «Газпром» не планирует штрафовать тех, кто не успеет заключить новый договор до 1 января. Наказывать рублем будут лишь тех, кто категорически откажется от перехода. Отказываются от, когда человеку предварительно звонят, приглашают на перезаключение договора. Он это предложение игнорирует. Дальше направляется официальное письменное уведомление. Его абонент тоже игнорирует. Потом собирается пакет документов, который направляется в жилищную инспекцию. Работа с отказниками, она, скорее всего, будет уже проходить, скорее всего, ближе к лету или к концу, даже, возможно, следующего года. Перезаключить договор можно в клиентском центре компании. С собой нужен паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилье. Для тех, кто привык пользоваться электронными сервисами, есть возможность отправить копии документов и заявления на адрес, указанные на экране. Так что абоненту останется только забрать новый договор в офисе. Рамиль Галиулин, Игорь Романов. ТНВ. Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова